Я прождал час. Теперь я иду. Сидеть в очереди час, а то и два. В коридорах не протолкнуться. Вот что сейчас творится в больницах. И даже тот, кто здоров, в этом воздухе рискует подцепить какой-нибудь вирус. Но есть один нюанс. Виноваты не врачи, а время года. На улице холодает, а народ, соответственно, болеет. Специалисты первичного звена по полной загруженной работой. Сколько ты уже сидишь? Я ушел в 11 часов с работы, чтобы просто попасть на прием. Уже сколько? 12-13, но пока еще меня не вызвали. Попасть к врачу смогут все. Вопрос – когда? Сервис электронной регистратуры немного упрощает этот процесс. Всего несколько кликов и талон к доктору ваш. А тем, кому ждать не в МАГАТУ, можно пойти слегка иным путем. Здоровья, как известно, не купишь. Но чтобы не болеть, мы готовы заплатить любые деньги. Например, в частной клинике. Пришел, оплатил, попал к врачу. Таков порядок. А главное – никакой очереди. Действительно, стоять здесь долго не придется. Другой вопрос – цена и качество. Уж если и идти, то за лечением, а не за сервисом. Так думал и я. Оказалось, что это понятие равнозначное. Залог успешного лечения – это все-таки правильно поставленный диагноз. И для того, чтобы его поставить, время – один из ключевых моментов, наверное. И в наших условиях нам предоставляется больше возможностей для длительного исследования. Кто-то скажет, что цены высоки. Да, не без этого. Но клиника на то и частная. Всем участникам предприятия и зарплату надо платить, и оборудование в порядке держать. И тот самый обещанный сервис предоставлять. Впрочем, когда речь идет о здоровье и жизни, деньги отходят на второй план. Как и конкуренция. В принципе, прямой конкуренции у нас никак нет. Более того, сейчас, последний год, налаживается тенденция к взаимодействию. Я начинаю спрашивать, где нам помочь. Мы начинаем ходить спрашивать, где мы можем помочь. Конечно, в моем видении максимальное, где взаимодействие можно наладить, если будет возможность нам, например, напрямую отправлять на консультации к узким специалистам в государственные учреждения. То есть не через терапевта, педиатра, а, например, мне нужен узкий специалист. А государственные учреждения будут нас привлекать, например, для обеспечения каких-то услуг, которые мы можем сделать тому. Одним словом, частная медицина активно развивается. Сотрудники государственных клиник против нее ничего не имеют. Однако советуют аккуратнее выбирать учреждение. Особенно, если дело касается лечения серьезных заболеваний, например, рака. Если в одной клинике опухоль вам удалят за одну процедуру, и вы вернетесь к полноценной жизни, то в другой есть риск столкнуться с рецидивом. Человек заплатил деньги, пришел, ему в угоду удаляют. Здесь как бы есть свои нюансы, то есть при таком подходе очень много случаев по дискредитации методик, когда пациенту удаляют образование, в котором имеется прорастание опухоли в глубь лежащие слои, хотя внешне оно выглядит как обычное образование. Человек обрадовался, что ему все удалили, все хорошо, а через 3-5 лет у него происходит рецидив этого образования в этом месте, и он уже с раком попадает на стол к хирургам. Частная медицинская практика или государственная, а может быть все вместе? В любом случае хорошая медицина прежде всего хороший врач и человеческое отношение к пациентам.